Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Я тут запланировала сделать зачистку своей косметики и начала с тональных кремов, потому что они быстрее всего портятся, кое-что мне не понравилось, не подошло и подумала, что надо сделать большой обзор тональных кремов, которые есть у меня в 2023 году и только потом избавляться от того, что по какой-то причине мне не подошло. И также я хотела бы попросить вас, если у вас есть время и желание поделиться своим опытом использования тех тональных кремов, о которых сегодня пойдет речь. Пожалуйста, пишите, только обязательно указывайте, какой у вас тип кожи. Это будет полезно другим девушкам и мне также будет интересно почитать. Поехали! Так как у нас с вами лето, начинаем с легких текстур. И я еще и принесла несколько BB кремов, о них я тоже буду упоминать. Первый тональный крем, конечно же, от бренда Chanel. Это их знаменитый тинт из линейки Le Beige. Именно в квадратной упаковке. Круглую я покажу дальше. Это один из моих любимых тональных кремов, потому что он на водной основе. Он чем-то напоминает капсулированную сыворотку, только вместо какого-то действующего вещества в этих капсулах скрывается пигмент. И когда ты наносишь это все дело на лицо, то тон смешивается с вот этой водной основой и получается очень легкое, нечрезмерно сияющее и максимально незаметное на коже покрытие. Он не выглядит жирным блином, он даже как будто фиксируется, усаживается. И на моей коже держится хорошо в течение всего дня. На плотное покрытие ни в коем случае не рассчитывайте, но если вы предпочитаете тональные кремы, которые не чувствуются на коже, которые не особо заметны и которые слегка только выравнивают оттенок кожи, вы его точно оцените. Мне нравится оттенок Mirium и для более плотного покрытия советую использовать кисть типа кабуки или как минимум ту, которая продается с ним в комплекте. Второй легкий тональный крем от бренда Sensai. Я не могу сказать, что он дает больше покрытия, чем, например, вот этот Chanel, но он однозначно больше увлажняет и придает коже свечение. Легкие тональные кремы восхитительно будут выглядеть на возрастной коже и в принципе они подойдут всем, но только учитывая какие-то особенности каждого экземпляра. Этот тональный крем довольно жидкий, его нужно сбалтывать перед нанесением и его лучше распределять кистью или же пальцами. Его можно при желании наслоить и сравнивая финиши этих двух легких тональных, конечно же, больше именно влажного свечения дает Sensai. Но опять же, если есть пигментные пятна, постакне, эти два представителя тональных кремов не способны перекрыть какие-то более заметные несовершенства на нашей коже. Один из моих самых любимых нетональных, но BB кремов на каждый день, в каждой непонятной ситуации я наношу его, если я спешу, если мне точно нужен хороший результат и среднее покрытие, я выбираю его. Иногда мне кажется, что вот есть несколько тональных кремов, которые я буду показывать, в них можно шлепнуться лицом, они сами распределятся, они где-то там подпитаются, выглядят очень красиво, при этом скрываются какие-то небольшие покраснения, также можно наслаивать хоть губкой, хоть пальцами, хоть кисточкой, как угодно. Но это BB крем, который дает влажный финиш, опять-таки, и не устану повторять, девочки, если у вас светлая кожа, то, к сожалению, оттенок 01 будет для вас темноватым, а светлее нет. Сейчас мне хотелось бы купить 02, возможно, я это сделаю. Это BB крем с SPF 30, антивозрастной. Не знаю, насколько он повлияет на то, чтобы я долго сохранялась молодой, но он однозначно с ухаживающими свойствами, он очень здорово распределяется, растягивается. Опять же, можем добавлять очередной слой, и он так красиво выравнивает канву, скажем так, на которой мы будем что-то рисовать, и мой макияж на каждый день, это зачастую приблизительно такое покрытие, как дает этот BB крем, брови и все. Только для записи видео, или когда я выгляжу не очень, более уставшая, или на коже какие-то прыщи, или постакне, или еще что-то, тогда я выбираю что-то поплотнее. А так, на каждый день мне этого более чем достаточно, его можно взять маленькое количество, тогда будет еще тоньше покрытие, но он очень комфортный, очень приятный. Только вот с цветами будьте осторожными. Для меня оттенок 01 это универсальный цвет, которым я, в принципе, могу пользоваться круглый год, и я думаю, я не думаю, я уверена, что я пойду за четвертой упаковкой. Конечно же, тональный крем от бренда Shiseido, это Synchro Skin Glow. Сейчас он мне светловат, поэтому я не могу его использовать, хотя у меня оттенок N3. Это очень красивый тон, один из моих любимых из люксового сегмента, потому что он дает такое фирменное свечение, супер ухоженной кожи. В нем нет вот именно, знаете, больших блесточек, но если присмотреться, светоотражающие частички присутствуют. Плюс он дает дополнительное увлажнение. Это всегда как-то так, знаете, красиво выглядит и на возрастной коже, и на молодой, и на девушках, женщинах среднего возраста, как я и старше. И когда я такая слегка уставшая, и мне не хватает здорового свечения кожи, я выбираю его и на видеосъемке, и он очень красивый, правда. На свадьбы, на какие-то, возможно, ему не хватит стойкости, если у вас жирная комбинированная кожа. Почему я не уточняю, для какой кожи что подойдет? Потому что есть очень много девушек и женщин, которые выбирают тональные кремы, не плотные, не стойкие, а наоборот увлажняющие, сияющие, даже те, кто имеет комбинированную кожу или же жирную. У меня комбинированная кожа, на каких-то участках она суховатая, на некоторых иногда может появляться блеск, также есть расширенные поры, в общем, целый букет. И есть тональные кремы, которые всегда беспроблемно распределяются, и это один из моих любимцев. У него, я бы сказала, легкое к среднему покрытие, в зависимости от того, сколько вы его нанесете. Легкая текстура, более жидкая, не кремовая. И его также очень здорово распределять кистью или пальцами, потому что спонж такие жидкие текстуры съедает, и вы просто-напросто будете все это расходовать. Я его очень много раз покупала, и вот когда я красила им свою маму, я не могла на нее насмотреться. При каждом повороте головы она светилась, вот знаете, такой роскошью. Да, это очень красиво, но если вы любите суперстойкое, то я не уверена, что вам он понравится. Мне нужно его припудривать для того, чтобы он держался в течение всего дня или на какой-то праздник, а на каждый день влажный сияющий финиш. Мне наоборот нравится, если в течение дня где-то что-то подсотрется, при тонком слое тоже окей. Сыворотка тинт от бренда Илья с SPF 30. То есть это и тон, и ухаживающие компоненты, и SPF 30. Обязательно взбалтывайте ее перед использованием, потому что здесь минеральные фильтры, насколько я помню, и иногда они могут оседать, и потом набираешь это все в пипетку, и цвет более светлый, чем, например, я себе подбирала. Помните об этом? Здесь в составе неоцинамид, сквалан и гиалуроновая кислота. То есть что-то, что дает нам антивозрастное действие, и неоцинамид слегка осветляет какие-то постакне, скажем. Это то, что я замечаю по себе. По поводу антивозрастного действия сложно сказать, потому что, ну, это, знаете, все относительно, все мы и так состаримся, но, тем не менее, это точно дает увлажнение, и этот тинт мне нравится для такого использования вне камеры, потому что это очень много увлажнения, это очень сильно сияет, и не всегда во время видеосъемки это смотрится выигрышно. А на каждый день неплохо, но, скорее всего, не понравится тем из вас, кто не любит много увлажнения. Если у вас жирная кожа, есть вопросы, будет ли он держаться в течение дня так же, как на мне. Он менее стойкий, этот тинт, чем, например, бибикрем от Пупа, чем тональный крем от Шесейда, но при фиксации пудр, если вам интересно, будет такое же видео о пудрах, я могу сделать. Но для повседневного использования в качестве и ухода, и защиты от солнца, SPF 30 это уже для большинства достаточно, если мы не жаримся на солнце, на пляже, где-то там на морях, а так, для города, скажем, особенно для тех, у кого такой цветотип, кожа такая, которая хорошо загорает, у кого темные глаза, темные волосы, 30 вам вполне окей, я же, если наношу отдельный SPF, то это всегда 50. Интересная вещь, хорошо распределяется пальцами или кистью, спонж не особо вижу в этой ситуации, потому что легкая, скорее, жидкая текстура, ну, как сыворотка, реально, потому что и водой это назвать невозможно, и спонж будет слишком много расходовать, он впитывает в себя тон, и нам это не надо. Тонирующий гель-крем от бренда Bare Minerals, он у меня в оттенке 0,5 и в миниатюре, хотя у меня была и полноразмерная версия, моей маме он подходит, хотя 0,5 оттенок я не могу назвать суперсветлым, сейчас, когда я немного загорела, он не светловат. Очень легкая, именно гелевая текстура, он меньше увлажняет, чем пупа, чем та же сыворотка от Илья, то есть это такая универсальная штука, которая может понравиться тем из вас, у кого комбинированная и жирная кожа. Он немного ухаживает, здесь SPF 30, минеральный фильтр, и в качестве такого повседневного варианта, очень даже, его не особо заметно на коже, он с ней сливается, и благодаря тому, что он легкий, он не заваливается в поры, не проваливается в морщинки, но тут очень многое зависит от того, сколько вы его наносите. Что касается стойкости, опять же, все зависит от пудры, если фиксируем, то до конца дня все ок, если же пудры нет, то он может немного стираться, я никогда не трогаю в течение дня свое лицо, поэтому большая часть косметики сохраняется на мне даже в жуткую жару. Я себя так приучила, и это хорошо работает на качество моей кожи и на отсутствие каких-то несовершенств. Покрытие легкое к среднему. Берем меньше, тоньше покрытие, берем больше, но это что-то, что не скроет прыщи, пигментные пятна, это общее выравнивание цвета кожи, и такого плана средства не подчеркивают текстуру, за это они мне и нравятся. Тональный крем от Estee Lauder линейка Double Wear, это именно облегченная версия, у меня оттенок 2N1, один из самых универсальных, и это тон, который дает легкое покрытие, которое, опять же, можете добавлять. Это касается большинства тональных кремов, которые я приобретаю для себя. Тональный крем Estee Lauder Double Wear Light у меня когда-то был, я его очень сильно любила, он давал больше покрытия, он был настолько роскошен, я его покупала не единожды, но с этим тоном мы, к сожалению, не подружились. Здесь SPF 20, и он более стойкий, он фиксируется, превращается в такой на мне, полуматовый, но проблема состоит в том, что он на мне выглядит неестественно, его видно на коже, и даже по сравнению с другими тональными, которые поплотнее, вот он просто лежит некрасиво, он подчеркивает нешелушение, он делает мою кожу такой, как будто неживой, неухоженной. Возможно, по моим каким-то представлениям, он гораздо красивее будет смотреться на жирной кожи, и на комбинированной. Наверное, потому что он вот такой именно полуматовый, возможно, я отвыкла от такого финиша, и от таких свойств. Я пыталась по-разному, и у меня есть что-то гораздо дешевле, что я больше люблю, и он стоит, пропадает, поэтому я его отдаю. Тональный крем от Charlotte Tilbury под названием Beautiful Skin. Я долго онлайн выбирала оттенок и решила, что 3N должен не подойти в холодное время года. И, в принципе, так и было, вообще не срослось. Это один из самых худших тональных кремов, которые я купила за последнее время, наверное, в прошлом году я его приобретала. Эти бесконечные танцы с бубнами, этот макияж, который мне не нравится, я больше не готова. Я не понимаю, за что его так многие любят. У него, между прочим, такое покрытие, среднее, можно сказать, он гуще, чем Estee Lauder, чем мой любимый от Shiseido, от Sensai. Конечно же, это совершенно другая текстура. Текстура и спонжем, и смешивала с чем-то другим. И, с одной стороны, это красивый финиш сатиновый. Он стойкий, он держится в течение дня. Но он еще и часто катается с моим уходом. Я уже что только с ним не придумывала. Увы и ах, вот это мое разочарование. Ну, я не знаю, может быть, комбинированной жирной кожи это понравится. Он неплохо все перекрывает. Но вот это нанесение, когда он может скататься, плюс эффекты в течение дня, как-то, я не знаю, я не кайфую от своего макияжа с ним. Просто-напросто. Он еще и заметен на лице. Мне тоже не хватает в нем увлажнения. Хотя смотришь, финиш такой чуть влажно-сатиновый, можно сказать. Но он еще и стойко держится. Нет, нет, и еще раз нет. Дам кому-то из подружек попробовать. Может быть, кто-то будет в большем восторге, чем я. Но я также заметила, что практически ни одно тональное средство от Шарлотт Тилбери мне просто-напросто не подходит. Тональный крем тоже из линейки Лебеш, тоже инкапсулированный. Вот в такой маленькой упаковке. Его здесь еще и как кот наплакал. Капсулы здесь гораздо больше. И сами капсулы крупнее, чем у вот этой версии. И он дает больше покрытия. Один из самых дорогих тональных кремов, которые у меня есть. Я хочу вам сказать, что у меня оттенок B20, во-первых, он не светлый. Даже тогда, когда я без загара, без автозагара. Не бойтесь, когда вы его так размешиваете, и все это похоже на жижу, и в случае вот этого тоже. Но потом все смешивается, и окей. Это тональный крем, который, опять же, фиксируется. Фиксируется, он должен быть стойким и красивым. Он перекроет небольшую сосудистую сеточку, легкую пигментацию, постакне. Все, что мы иногда хотим скрыть от себя и от посторонних глаз, чтобы чувствовать себя более уверенно, чтобы как-то вот так, знаете, создать идеальный тон лица. Но этот тон как будто остается отдельно от моего лица. Он вроде как лежит на коже. Он с ней не сливается ни со структурой, ни с текстурой. Он еще и так немного подстягивает кожу. Тоже, ну вот, я уж предпочту намазаться enough недорогим, чем вот этим тоном от Chanel. Вообще, что-то совершенно другое. Ну, поэтому они разные. Это не перезапуск. Как мне когда-то сказали в Сифоре, оба сейчас продаются, представлены на полках всех магазинов. Но нет, это некрасиво. Это и перекрывает, да. Ну, спасибо, не надо, если в целом мой макияж выглядит так странно, как будто я уже хожу с ним второй день. Плюс он визуально делает меня старше, потому что он подчеркивает мне морщинки, со временем еще и поры. Ой, нет. Хотелось бы его, наверное, выбросить. Я пробовала его подмешивать в какие-то другие тональные, чтобы сделать их светлее. Но нет, он способен испортить даже каждый мой любимый тон. Не знаю, не моя история. BB крем от бренда Misha. У меня был и классический, а это линейка Signature, и он якобы тоже с антивозрастным действием. Он будет полегче, но все какие-то тонирующие средства из линейки Signature, они дают и увлажнение, и они больше сияют на коже, чем, например, классический. В красной упаковке он у меня был не единожды. Если сравнивать этот BB крем со всем тем, о чем речь пошла ранее, то он будет поплотнее, чем, например, BB крем от бренда Misha, но по финишу они очень даже похожи, потому что это свечение, это такой влажный финиш. Я его очень любила, я в последнее время реже им пользовалась, у меня здесь буквально остатки. Большую часть года, если я не загораю, если я не ездила в отпуск, мне оттенок подходит. Насколько я помню, у меня один из таких темных, и он тоже с сероватым подтоном. Он неплохо сливается с моим цветом кожи, у меня скорее нейтральный подтон, может быть, тепловатый, но точно не холодный, мне не идут сильно холодные тени. Но даже когда я общалась с моей подружкой, она стилист, она говорила, что у меня какой-то странный, такой вообще цветотип, и тон кожи мне идут. И холодные, и теплые оттенки, но многое зависит от того, накрашена я или нет, какие аксессуары. Ну, что-то меня не туда понесло. Простите, пожалуйста. Этот BB крем стойкий, он способен скрыть уже какие-то несовершенства, он выравнивает идеально текстуру, его можно распределить пальцами, спонжем в этом случае, потому что вот эта кремовая текстура, она так хорошо вбивается, если зафиксировать эту зону, никакие поры не будут видны, несмотря на вот это влажное свечение. И он хорошо держится в течение дня, он очень комфортный, он увлажняющий и перекрывающий. SPF 25, ну, могло бы быть больше, хотя я готова ему простить очень многое, потому что так, как он выглядит на коже, эта сказка мне очень нравилась. И я помню, что когда-то у меня был тон тоже с signature, я его любила для возрастной кожи, для тех, у кого она обезвоженная. Вы его оцените. Также, если у вас, например, там кожа шелушится после загара, есть какие-то частички, которые вы ничем не можете убрать, просто ждете, когда кожа восстановится, этот тон тоже способен как будто пригладить что-то там, да. И очень приятные ощущения после того, как ты его смываешь. Но корейские BB-кремы обязательно смываем гидрофильными маслами, потому что они остаются на коже долго. И это тон, который нужно фиксировать, если вам нравится менее сияющий финиш, потому что к нему, возможно, даже все будет липнуть. Но я такое люблю, на самом деле я не всегда использую в повседневном макияже пудру. Для меня ок, если липко, если блестит, кремовый румяна, кремовый бронзер, я не всегда, знаете, пудровыми текстурами это все усаживаю, потому что у меня суховатая кожа. И даже если где-то за счет этого блеска видны поры, ничего страшного, у большинства людей они есть. Главное, что моему лицу с этим комфортно. Тональный крем Avaline. У меня линейка Wonder Match и именно версия Lumi. С такой розовой крышечкой. Тон, который придает коже свечение. Также здесь SPF 20, гиалуроновая кислота, ниацинамид и витамин С. У него слегка кремовая текстура, не чрезмерно плотная. Это тон, который дает среднее покрытие. И он застывает и хорошо держится в течение дня. Но это не как биби-крем. Он не так хорошо вживляется в вашу кожу, как-то сливается с ней. Это все-таки тон. Его невозможно сравнивать с биби-кремом, с каким-то. Или это не такое же увлажнение, как в тональном от Shiseido. Нет, но за счет того, что здесь есть и увлажнение, и вот это свечение после того, как он схватывается, он и приятно ощущается на лице. Он такой универсальный. Если наносить его, например, спонжем, тогда у вас будет и неплохое покрытие, но естественное. И он лучше распределяется все-таки спонжем. Мне больше всего он нравится. И он, когда застывает, приобретает такой сатиновый финиш. То есть это не влажное свечение. У меня оттенок 20. Он далеко не светлый, именно с теплым подтоном. У них очень хорошая цветовая гамма, потому что есть нейтральные, холодные, теплые, и светлые, и глубокие. И для меня это скорее тон или на выход, на какой-то праздник, или же для видеосъемки. Он красиво смотрится, но на каждый день лично я выбираю кое-что другое. Буквально недавно я делала обзор на два тональных крема, которые очень похожи друг на друга. Это L'Oreal и Maybelline. Это даже не совсем тональные, они называют это тинтами. Тон от L'Oreal с гиалуроновой кислотой, а тональный крем от Maybelline с витамином С. В упаковках они очень похожи, повторюсь. Они как будто с перламутром с таким, и это те тональные, которые вызывают или восторг, или наоборот их недолюбливают. Тональный от Maybelline очень сильно пахнет спиртом. С L'Oreal у меня такого нет. Я, наверное, буду постоянно это упоминать, потому что у меня такое впечатление, что у нас с вами какие-то разные версии тона от L'Oreal. Ну да ладно, к нему сейчас вернемся. И тот, и другой, они очень легкие, они водянистые, они очень просто наносятся пальцами или кистью, но это те тональные, которые застывают. Это те тональные, которые, скорее всего, больше понравятся девушкам, обладательницам комбинированной и жирной кожи. Я специально почитала отзывы в польском интернете. У нас есть такой сайт, Visage.pl, и там все оставляют отзывы. Так вот, в основном пишут те, у кого проблемы со стойкостью, что им эти тональные нравятся. Тональные от Maybelline мне на моей коже нравятся чуть меньше, потому что, по моим ощущениям, в нем меньше увлажнения. Это тональные, которые вуально наносятся на лицо, они застывают, они очень-очень тонкие, при этом они дают неплохое покрытие. Тональный от L'Oreal придает моей коже такой, знаете, красивый лоск. Он чем-то напоминает мне Shiseido. С тем отличием, что Shiseido я могу как-то размазать еще в течение дня, потому что он как, знаете, как действительно тонирующая, подсвечивающая легкая сыворотка, назовем это так, которая в течение всего дня работает на увлажнение. Это чуть-чуть другая история, но это тоже красиво, так, скажем, дорого смотрится на коже. Но если вам нравятся именно влажные, такие кремовые текстуры, то, скорее всего, вам нужно присмотреться к чему-то другому. Совершенно другая ситуация, тоже с тоном от Maybelline, линейка Fit Me, у меня версия для нормальной и сухой кожи. Тон с витамином Е, мой загорелый оттенок в номере 120, он мне очень сильно напоминает Yves Saint Laurent Tuchic La, потому что он с такими светоотражающими частичками, он тоже хорошо увлажняет кожу, и этот тон даже нравится мне чуточку больше. После того, как Yves Saint Laurent изменили бесповоротно свою формулу пару лет тому назад, я как-то покупаю его периодически, но все же вот моя мечта, наверное, которая никогда не осуществится, чтобы старая версия до сих пор была в продаже, и этот тон очень сильно на нее похож. Он не жидкий уже такой, а полукремовый, наверное, настолько приятный, девочки. Его можно и спонжем распределить, и пальцами, и кисточкой, тут уже выбирайте сами, потому что он и не жидкий, но при этом не супер кремовый, который как-то там будет непонятно кататься по вашему лицу и долго впитываться. Он очень комфортно ощущается на лице, при этом его перекрывающие способности меня тоже порадовали, и для видеосъемки, и для повседневной жизни. Вот все в нем хорошо. Единственное, что если вы не любите такое покрытие, то нужно наносить маленькое количество, но в целом это очень хороший, недорогой тон из масс-маркета, один из самых подходящих мне тоже на все случаи жизни. Если бы я шла даже куда-то на праздник, могу без проблем накраситься им, и никто не догадается, что на мне что-то дешевое. BB крем Healthy Mix, я же люблю в теплое время года, потому что он тоже, нельзя сказать, что сухой, в нем есть какие-то увлажнялки, и у меня есть подруга, которая постоянно им пользуется. Слушайте, на ней он настолько красиво выглядит, что ни один люксовый тон так не смотрится. Я вообще готова просто купить все, что на ней. она очень часто выбирает недорогую косметику. И это тоже BB крем из масс-маркета, который перекроет несовершенство, но не слишком. Можно добавить корректор, если вам его не хватает. И у него сетиновый финиш. Он застывает, он не будет у вас стираться, не знаю, если вы случайно где-то прикоснетесь к лицу, или же вы приложите телефон, он не такой липкий, как, например, BB кремы от корейских производителей. Это тот BB крем, который можно купить в ближайшем магазине и пользоваться в удовольствии. Причем он не требует каких-то специальных навыков нанесения макияжа, просто быстро распределил. И мой оттенок на лето – это номер 2. Тональный крем, которым я давненько не пользовалась, бренд Clorance Skin Illusion. SPF 15 и у меня оттенок 108. Он мне казался таким темным, а сейчас смотрю, что без бронзера мне не обойтись. Что вам сказать? У меня есть другие тональные, которые я люблю гораздо больше. У него очень приятная отдушка, средняя плотность покрытия и хорошая стойкость. Но по сравнению даже с тем же BB кремом от бренда Bourjois, и не говоря уже о корейских и каких-то других, которые я упоминала, его больше заметно на моей коже. Он и такой приятненький, как тон с кремом. В нем, несомненно, есть какие-то улажняющие компоненты, и это ощущается. Но мне проще нанести тон Fit Me от Maybelline или взять какой-то корейский, или тот же BB крем Pupa. Это более естественно выглядит. И даже если я крашу там мою маму или тетю, я выбираю другие текстуры. Вот просто. Потому что это хорошо. Это как классика, возможно, как такой неплохой представитель из люксового сегмента. Но есть гораздо лучше. Это тот тональный крем, который тоже способен хорошо выглядеть на возрастной коже. На супер сухой я не уверена. И мне нравится он по стойкости. Он хорошо держится даже в теплое время года. Ну, такой на каждый день. Неплохо. Но вы уже, наверное, могли понять, что у меня есть те фавориты, которые захватили мое бьюти-пространство, и которые я люблю чуть больше. Поэтому, возможно, возможно, я его попробую в ближайшее время. И потом уже точно определюсь, он остается или нет. Ну, и, конечно же, более плотные у меня тоже имеются. Биби-крем от Эрбориан. Всеми любимый. Это действительно одно из самых крутых средств на все случаи жизни. И он тоже самый универсальный, потому что он и увлажняет, и просто распределяется, и дает среднее к плотному даже покрытие. SPF 20 здесь есть. И не нужно иметь миллион каких-то приборов, чтобы его нанести на себя. Он очень простой в использовании. И у него кремовая текстура, которая дает немного увлажнения, но не так много, как, например, корейские биби-кремы. Плюс он еще сам застывает. Он не нуждается в использовании пудры, потому что он такой... Я не могу сказать, что это полуматовый финиш, но он застывает, типа как в сатин какой-то. Это очень красивая, идеально выглядящая кожа. Даже без пудры. Когда ты утром там просыпаешься, думаешь, господи, что на себя намазаешь, чтобы было быстрее, и чтобы вообще мое лицо выглядело идеальным, берем такой биби-крем, и он еще и в течение дня роскошно держится. У меня был оттенок Claire, только миниатюра. И он для меня холодноватый. Если совсем нет загара на мне, то еще как-то там может адаптироваться, но зачастую я смешивала самый темный и светлый. Плюс вы еще и сами можете выбирать, сколько вы его нанесете. Я красила девушку, которая жирная кожа, расширенные поры, очень светлый оттенок. И она не привыкла к ощущениям косметики. Ей не нравится, когда тон заметно издалека. Я распределила кисточкой, так по чуть-чуть. И вы знаете, она была настолько довольна, что она даже купила его себе, при том, что ее косметичка минимальная. И поэтому я могу сказать не только от себя, даже от девушки, у которой была жирная кожа. И свою тетю я также красила эрбарианом. Вообще он хорош. И нужно докупить светлый, потому что мне кажется, что этот уже мне слишком оранжевый. Загар постепенно сходит. К плотным я также отношу тональный крем Estee Lauder под названием Futurist с SPF 45. Это тон от среднего к плотному. И это и увлажнение, и очень хорошие покрывающие способности. И SPF, понятное дело, и комфорт. Это тональный крем, который не похож на остальные, потому что он такой жидкий. Он хорошо все маскирует. Плюс он застывает, но подсвечивает кожу, при этом увлажняет ее. Я видела этот тональный крем в жизни на девушке с расширенными порами, с жирной кожей тоже. И на комбинированной видела. И слушайте, это макияж как с обложки. И он не выглядит тяжело. Есть один такой момент, потому что раньше, когда я им восхищалась, у меня он уже в третий раз, у меня был совершенно другой уход. И мне кажется, что на тот уход он как будто ложился гораздо лучше. Сейчас мне больше нравится нанесение при помощи спонжа, чем при помощи кисточки. Потому что с кистью он как-то так полосит, что ли, такое непонятное происходит. Поэтому я выбираю спонж. Это тот тональный крем, замены которому я не вижу. И если вы искали что-то и плотное, и с SPF, и фиксирующиеся, и подсвечивающие, но это не жирный блеск. Абсолютно. То есть это такое освещение изнутри. Очень классный. И советую хотя бы взять пробник в магазине и попытаться. Потому что, если у вас с ним все сложится, вы уже не готовы будете от него отказаться. Ну и в конце будут два моих фаворита из этой плотной компании. Тон от профессионального бренда Paese и также Enough. Я вот так сейчас подумала и осознала, что мне они нравятся, потому что они похожи по текстуре, и также по плотности покрытия, и даже по финишу. Это самые густые тональные кремы, но вы их не бойтесь, потому что они очень хорошо растягиваются. Вы можете дозировать все это дело. И что касается тона от Paese, я его как-то больше всего полюбила в конце прошлого года, наверное. Это тон, который очень красиво на мне смотрится. Вот особенно, если я собираюсь на выход куда-то, или мне хочется сделать макияж от души, поярче глаза, на какое-то торжество, и чтобы мое лицо не стянулось, не превратилось в сухарь, он и увлажняет, как крем. И также он выглядит очень естественно, несмотря на его плотность покрытия. В нем чуть меньше сияния, чем в этом от бренда Enough, именно влажного, да? Но здесь нет никаких светоотражающих частичек. С любой пудрой он хорошо сочетается. Его можно тушевать, наверное, бесконечно, потому что он не из таких вот, которые типа как Double Wear. Но Double Wear на себе я даже не представляю. Если есть что скрывать, то я выбираю его, и даже когда в каком-то тоне полегче, мне не хватает покрытия, я добавляю его. Очень классно. Я знаю, что многие его приобрели по моей рекомендации, и вы также довольны. Он у нас стоит около 10 долларов, ну, может, 12, если без акции покупать. И даже в кейсе для визажиста, вот, положа руку на сердце, он мне гораздо больше нравится, чем, например, Clorance или какие-то дорогие. Действительно, есть бренды, которые не стоят, как крыло самолета, но при этом эффект на коже у вас оуау. Настолько равномерное покрытие спонжем, кистью, поверх можно сделать кремовую коррекцию, и вообще, чем бы вы не красились после этого тона, все просто как влитое. Это макияж, который дает и лифтинг эффект, потому что и ухаживает, и скрывает, и вот вообще он какой-то такой, он делает кожу мега ухоженной, но здесь нет вот этого холеного свечения за счет светоотражающих частичек, как, например, в тоне от Shiseido. И вообще, ну, да, мне нравится, чтобы у меня был еще такой плотненький тон или на выход куда-то, или когда совсем беда и страшно на себя посмотреть в зеркало, выбираешь его, и потом светоотражающую пудру какую-нибудь, ну, вообще, я не раз его показывала в нанесении, насколько мне не изменяет память, и вне камеры я им крашусь на выход частенько. На повседневной основе у меня все-таки что-то полегче, и добавляю корректор. Но тоже для ежедневного использования он вполне себе. Вообще не вижу никаких там противопоказаний для того, чтобы наносить такой тон на каждый день. Берем меньше, а кому-то необходимо плотное покрытие, тоже хорошо, и поверх SPF-а тоже, ну, вообще, знаете, тон на любой уход наносится очень крутой. В принципе, то же самое я могу сказать о тональном креме от Enough, только в нем ощутимая отдушка, к которой я привыкла, и она меня не смущает, но мне нужно купить новый, потому что этому уже приличное количество времени, и я боюсь, что он уже подпортился. Оттенок 21, и у меня еще где-то есть 23, или был, потому что я давно уже планирую заказать, и все никак, руки не доходят, видела, что на iHerb они появились, и это тоже тот тон, в который можно окунуться, он сам распределится, и скроет вообще всю вашу прошлую жизнь, и какие-то проблемы, которые есть на вашем лице, и в вашей жизни, он просто сделает из вас конфетку. Но вот запах, да, конечно, поэзо при тоне от коллаген, от инаф, простите, просто коллаген тоже, тоже когда-то у меня был, и он чуть легче, чем этот, плюс в этом тональном креме SPF 50. Я люблю и добавлять его в другие, даже самые безнадежные тональные кремы, и я иногда так делала с теми, которые мне не нравятся, если вообще никак не ложится, я и так и сяк с ними добавляла немножко или поэзы, или этого, и все становилось гораздо лучше. Ну, сколько можно играться, особенно если это дорогие тональные, то меня это прям выбешивает. Что касается оттенков, то они светлее, чем, например, в коллагене классическом от инаф, потому что там 21-ый прям такой загореленький, а этот 21-ый человеческий нейтральный. Если у вас супертеплый оттенок кожи, то нужно брать темнее. И эти тональные кремы в течение всего дня никуда с меня не исчезают, даже если у вас жирная комбинированная кожа, но вам нравится, чтобы это было и запечатывание вашей влаги, которая уже имеется в вашей коже, плюс, чтобы было дополнительное, то выбираем такой тональный крем, любую прозрачную пудру, даже там эволайн какую-нибудь, и все будет держаться и выглядеть красиво в течение всего дня. Если же блеск проступает в течение дня, промокнитесь салфетками, и даже это не стирает тон с вашего лица. Хорошо все смываем, чуть больше усилий нужно приложить для того, чтобы хорошо отмыть тону тенав, но гидрофильное масло нам в помощь. Вот такой короткий обзор, теперь я смогу точно раздать то, что мне не подходит, пусть тоже мои подружки попробуют, если это старые тональные кремы, то я просто-напросто их выброшу. Надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно и полезно, не забывайте поставить пальчик вверх, и пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.